МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через несколько минут в эфир выйдет программа «Военная тайна». Неизвестные подробности аварии на Чернобыльской АЭС. Громадное облучение и моментальная смерть. Называется смерть под лучом. Загадки истории. Плащ-невидимка для российских бойцов. Ученые разработали уникальную технологию. Карманный пак. Артиллерия для пехотинца. Робот вместо солдата. Очень соблазнительно заменить самый слабый объект на поле боя, это человека, на машину. Новейшие разработки американских оружейников. Универсальный солдат. Дело в том, что мозг дает огромные возможности. Мы можем его гибридизировать с чем угодно. Когда появится армия киборгов. Катастрофа галактического масштаба. Наша галактика и галактика М-31 Туманной Сандромеды, они сближаются друг с другом. Неизученная вселенная. Школа выживания. Глотил им вот так. Как обезвредить преступника. В студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные армии сильно отличаются от тех, что стояли на защите своих рубежей еще лет 10 назад. Сегодня вместо бумажных карт у бойцов электронные мониторы. Солдат-саперов уже заменяют роботы, а экипировка оснащена умной электроникой. А еще через 10 лет, говорят эксперты, армии будут состоять на 70% из роботов и киборгов. О том, какие технологии для ведения боевых действий разрабатываются сегодня, в репортаже Ольги Кокаревой. Вот так будет выглядеть американский солдат будущего. Он будет видеть сквозь стены, мгновенно ориентироваться на местности, уничтожать цель, даже не видя ее, и разминировать поле боя, находясь от него в нескольких километрах. Но самое главное, он будет знать все о войсках противника. Сколько у него солдат, где они находятся и чем вооружены. Делать все это он сможет благодаря новейшей разработке американских конструкторов экипировки «Лэнд Вариор». Американская экипировка «Лэнд Вариор» создана специально для пехотинцев. Ее главная задача – сделать из обычного солдата настоящего супер-бойца. Именно поэтому первое, что сделали американские конструкторы, оснастили оружие тепловизионными прицелами, видеокамерами и лазерными дальномерами. Причем всю эту электронику они поставили на обычное оружие американских пехотинцев автоматические винтовки М4 и М16. И теперь обычное стрелковое оружие выполняет множество функций. Лазерный дальномер позволяет бойцу узнать расстояние до цели с точностью до сантиметра. А значит, уничтожить ее даже в условиях плохой видимости. Ночью, в туманную погоду или в дымовой завесе, которую создал противник. А тепловизионный прицел позволяет вести бой в любое время суток. Обычный прицел, он бывает как дневной, ночь приходит на ночь. Но когда идут боевые действия ночью, его снимают, используют ночной прицел. А здесь объединено все в одном. Дневной, ночной режим работы. Самое главное в новой экипировке американских солдат – вот этот интерактивный шлем. Он позволяет бойцу видеть всю картину боя, то есть даже то, что происходит за десятки километров от него. Вот как это выглядит. На электронной карте отмечено расположение всех бойцов, в том числе и бойцов противника. Синие точки – это свои, красные вражеские силы. Каждые три секунды данные на электронной карте обновляются. Это возможно благодаря GPS-датчикам, которые установлены на экипировке каждого солдата. Они передают информацию о его местонахождении в командный пункт. И там, на главном компьютере, автоматически формируется и постоянно обновляется карта поля боя. Затем она передается каждому солдату. Происходит это за считанные секунды. Поэтому получается, что боец видит все передвижения противника практически в режиме онлайн и может мгновенно реагировать на происходящее. Рядовой или сержант, то есть самое низшее звено в армейской иерархии, приобретает такие же возможности и такой же доступ к информации, который имел не всякий генерал в ходе Второй мировой войны. То есть идея состоит в том, чтобы сделать систему управления войсками наиболее гибкой и придать индивидуальному солдату совершенно новое качество. Американская экипировка буквально делает из обычного солдата киборга, который способен быстрее реагировать на противника и воевать на качественно новом уровне. Но российские эксперты считают, что в такой экипировке американский солдат очень уязвим. Ведь в работе электронной системы в любой момент может произойти сбой. Сигналы, которые передаются с его шлема в командный пункт, идут через интернет. А значит, их можно просто заглушить. И тогда экипировка, которая создана, чтобы помогать солдату, превратиться просто в груду мусора. Боец снова станет обычным пехотинцем без умного оружия, без электронной карты боя и даже без связи с командами. Полностью подавляется вся радиосвязь противника. Он лишается возможности что-то передавать, что-то слышать. Он лишается вообще возможности управлять как-то войсками. После этого абсолютно беспомощные вооруженные силы противника безнаказанно расстреливаются с безопасного расстояния. А вот российский аналог американской экипировки систему созвездия заглушить практически невозможно. Потому что частоту, на которой она работает, невозможно засечь. Она меняется каждые несколько секунд и мешает противнику настроиться на нее. А значит, разведка противника не может получить информацию о планах российских военных. В радиостанциях используется несколько частот, и, естественно, стоят дешифраторы, которые дешифруют частоту, и на нее попасть фактически невозможно. То есть частота закодирована, и кто бы не пытался туда влезть, это просто невозможно будет. Внешне созвездие сильно отличается от американской экипировки Land Warrior. Вместо интерактивного шлема с камерой, GPS-датчиком и монокль-дисплеем здесь вот такой коммуникатор. Это небольшое устройство весом всего в 500 граммов, своеобразный телефон для военных. Он служит для связи солдата с командованием, которое осуществляется в принципе так же, как и в американской экипировке. GPS-датчик, установленный в коммуникаторе, передает информацию о местонахождении солдата на компьютер командующего. Там эта информация обрабатывается, и уже в виде электронной карты боя возвращается на коммуникатор солдата. Но, в отличие от американской системы связи, приказы командующего здесь передаются в виде текстовых сообщений. И это большой плюс. Поскольку вероятность того, что оно не дойдет до адресата, очень мала. Ведь текстовое сообщение труднее заглушить. И мало того, даже если противник его и перехватит, то вряд ли сможет расшифровать. Ведь система кодировки текстовых сообщений сложнее, чем аудио или видео информация. Вот станция Wi-Fi диапазона. И вот станция. Вот это все образует единую цифровую защищенную полевую сеть связи. Это называют сегодня мэш-технология, которая позволяет иметь связь в любой точке. Поле боя, где есть зона действия вот данной станции. Однако российское созвездие уступает американской экипировке по количеству функций. Ведь конструкторы США чуть ли не каждые полгода пополняют Land Warrior новыми опциями. В прошлом году они установили на экипировку новейшую систему обнаружения снайперов «Бумеранг». Принцип ее работы прост. Сенсорный датчик улавливает малейшее световое электромагнитное излучение, которое исходит от оптики снайперов, прицелов, биноклей и приборов ночного видения. Эта информация мгновенно передается в мини-компьютер, который вычисляет, где находится противник. Лазерный дальномер и цифровой компас, которыми оснащен «Бумеранг», позволяют ему сделать это за считанные секунды. И солдат может уничтожить снайпера еще до того, как он сделает первый выстрел. Электронные методики позволяют теоретически отслеживать траекторию полета пули. И отслеживая при помощи сенсоров траекторию полета пули, компьютер рассчитывает, где, по какому направлению, в каком азимуте должен находиться снайпер противника. Несколько месяцев назад американские конструкторы оснастили Land Warrior еще одной функцией, которой в российском созвездии пока тоже нет. Это возможность управлять боевыми роботами. Для начала они присоединили к экипировке солдата-робота iRobot. Он может проводить разведку. Благодаря маневренным гусеницам он способен пройти не только по ровным туннелям и коридорам зданий, но и по пересеченной местности. Камера, которая снимает окружающую обстановку, в реальном времени передает видео на дисплей солдата. Мало того, iRobot может выполнять роль электронного сапера. То есть он легко обнаруживает взрывчатку. И солдат впоследствии может ее обезвредить. Но и это еще не все. На роботе установлены специальные сенсорные устройства. Они настолько чувствительны, что по звуку выстрелов могут отличить автомат М16 от АК-47. Благодаря этому солдат может узнать, какое оружие использует противник. Очень соблазнительно заменить самый слабый объект на поле боя, это человека, его легко ранить, его легко напугать, его легко убить, на машину. Потому что мы знаем, что бронетехника развивается, авиация развивается, все элементы боя развиваются. Только человек остается неизменным со времен древности. Большое искушение заменить его на робот или на роботизированную систему. Сегодня российское созвездие пока уступает американской экипировке Land Warrior по многим параметрам. Но наши конструкторы обещают, что через несколько лет они доработают созвездие и оснастят его искусственным интеллектом, который будет сам оценивать ситуацию и предлагать командиру подразделения несколько вариантов действия. Ему будет достаточно ввести исходные данные. Расстановку бойцов, наличие боевой техники на поле боя и компьютер сам предложит несколько вариантов решений. И тогда реагировать на противника можно будет практически мгновенно. Остается только добавить, что у таких новинок есть один существенный недостаток. Цена. И российский, и американский комплект стоят более 50 тысяч долларов. Возможно, для американцев это не очень-то и дорого, но вот сможет ли себе позволить эта российская армия, пока неизвестно.